Вы меня не помните? А мы с вами встречались. Правда, это было очень давно. На Секоне. Вы мне тоже задавали вопросы. Изменилось все очень сильно. Настолько сильно, что я даже не представлял тогда, с чем я столкнулся. Весь мир я не пытался тогда перестроить, переделать. Просто мечтал. Мечта моя была, наверное, сформулирована в какую-то цель. Я стремился к этой цели. Я старался наладить эту цепочку. Сделать это все для людей. И пытался их убедить в этом, что это надо вам, людям. Когда появился блокчейн, я понял, что сферу финансов можно сделать прозрачнее. Намного прозрачнее. Но оказалось, что за счет блокчейна можно сделать не только сферу финансов прозрачнее, но и другие сферы. Нито не понимал, что это, зачем это. На меня смотрели все как на идиота. Когда я искал кадры, когда я искал инвесторов. Мне было настолько трудно, чтобы люди понимали, что это такое и чем это грозит. Ну, в то время, хоть и трудно, но все равно мы жили, старались все сделать лучше, улучшить качество жизни, улучшить саму жизнь. Поэтому мы создали с партнерами IT-компанию, которая занимается финансовыми технологиями и блокчейн-решениями для финансов во всех сфер нашей жизнедеятельности. В первую очередь, я стремился собрать вокруг себя единомышленников. Те, кто могут поверить так же, как я поверил. И вместе с этими людьми мы создали эту команду. Это, я бы сказал, семья, которая дала возможность вот эту цепочку всю соединить. И она заработала. Самое трудное в то время было то, чтобы объяснить все-таки, что такое блокчейн. Когда ты общаешься с людьми про блокчейн, они себе вспоминают биткоин какой-нибудь, либо какие-то ICO, либо какие-то финансовые пирамиды, либо незаконные криптовалютные фонды. Понимаете? И в данном случае моя первая очередь задача – это объяснить, что на самом деле я говорю про технологию блокчейн, которая изменит мир в лучшую сторону, а не про технологию, которую использовали в первую очередь мошенники. Вот здесь цепочка, как якорная цепь такая. Но якорную цепь, если очень много усилий приложить, то можно разорвать. А вот цепочку блокчейна разорвать нельзя. И каждое звено в этой цепи – это блок информации. Если бы это раньше появилось, например, в 18 веке, то сейчас бы мы уже узнали бы историю предков, историю всего, что нужно. И все это было бы прозрачно, понятно, без какого-то вранья, без каких-то подлогов. Понимаете? Я надеюсь, что блокчейн-технология заменит существующие базы данных во всем – и в государствах, и в коммерческих предприятиях, в бизнесе. Исчезнет огромная армия посредников, которые берут достаточно высокие комиссии. Благодаря этому любой человек будет иметь полную достоверную информацию о себе. Я надеюсь, что мир станет прозрачнее. Мне сейчас очень нравится то, что получилось у нас, потому что люди все равно стали лучше, стали честнее. Потому что сам подход к каким-то частям нашей жизни, к каким-то моментам нашей жизни стали честнее. В связи с этим и мы, наверное, люди стали. Но я думаю, что это следующим поколением нас оценивает честно, и мы были или нет. Продолжение следует...